короче привет всем меня зовут павел и немножечко актуальной информации о том что происходит в аргентине на конец марта 2024 первые наверное самые важные вещи о которых есть смысл рассказать это наверное цены что изменилось ценами в аргентине в аргентине сейчас появилась такая штука которая была как бы раньше но в целом она была не особо критичной это короче ежемесячная либо там через месячное там или раз там в три месяца поднятия цен на пример хериатрика да именно дома престарелых условно говоря вы там платили ну предположим там 500 тысяч вы платили песо за дом престарелых то буквально через три месяца это уже стоило 575 еще через три месяца это уже стоит не знаю там уже 700 это было бы адекватно если бы была бы инфляция такой бы жесткой но такой жесткой инфляции в последнее время нет если бы эти были подъемы раз три месяца это возможно бы тоже имела бы какой-то смысл но самое смешное что инфляции жесткой нет а подъемы начались теперь уже каждый месяц и это касается вообще всего какими бы услугами вы не пользовались бы белыми черными неважно какого рынка частными или государственными дорожает все просто в безумном количестве что касается медицинской страховки то есть моя медицинская страховка три месяца назад песо по отношению к доллару стоил в районе тысячи страховка стала где-то 65 долларов ну типа упростим за этим два типа месяц назад эта страховка уже стоила 85 и буквально в этом месяце она уже стоит 100 то есть 65 85 долларов а теперь уже сто три доллара то есть вы представляете насколько резкая подъем но при этом три месяца назад песо по отношению к доллару стоил косарь и по месяц назад он стал в районе косаря и в этом месяце он снова стоит в районе тысячи то есть инфляция как таковая не сдвинулась даже на несколько процентов и так это ладно бы еще бы если бы ты записался и на следующий же день были там через день ты пошел бы к врачу до или там в лабораторию или там на какие-то приборы нет этого не произойдет и также будешь ждать там два две недели три недели месяц может и больше если это узкоспециализированный специалист которому еще и не факт что ты попадешь напрямую то есть тебе придется еще к какому-то записаться который тебя перенаправит то есть мы прямо но откровенная дичь то есть ты как бы платишь 100 долларов ни за что тупо за ожидания то же самое касается и спортзалов то есть если у тебя условно там было там 15-20 долларов ты платил в месяц потом это стало 30 долларов потом это стало 40 долларов теперь это уже стоит 58 понятное дело что мне проще за 58 долларов я ну типа я лучше куплю себе штангу и гири собственно как я и сделал я купил себе две простеньких пвс-ных гири с утяжеляками штангу обычную тоже с этими с парочкой блинчиков как бы и на этом все понятно что как бы многое и все дорожает но если вы пытаетесь привязаться к уровню инфляции то инфляция не такова неофициальный что официальный курс они одинаково но в целом работают вот так ну типа они плюс-минус один в один идут и то есть общая инфляция по сравнению с годовалой там это колоссальный там 200 процентов 300 процентов сравнить там например с началом прошлого года это вообще там 300 с чем-то процент в масштабе там четырех месяцев это как бы ну вообще нет инфляции потому что ну типа что тогда стоило там тысячу до что сейчас тысячу то есть вообще в целом если говорить об аргентине то аргентина эта страна которую нужно разделить на две четких аргентины это аргентина для того кто здесь живет работает то есть он работает на аргентину или аргентинцев или с аргентинцами и туристическая аргентина в туристическую аргентину я говорю о людях которые залетели потусовались или внули либо разного рода ванильные пони которые сюда заехали с каким-то там ультра безумным количеством деньжищ и просто их короче здесь раскидывают просто прям вот по всем возможным местам живут там в зданиях там за две-три тысячи долларов в месяц за квартиру да там двух-трехэтажную или там дом например да который там у которых прием пищи в среднем начинается там от 50 долларов и так далее который вечером там рэйвит там по утрам короче там на капельницах лежат там в топовых спа отлеживаются после там принятия запрещенки бой ванильный благерок сюда и прочие кукарейки они вам накудахчат что аргентинации европа что аргентина здесь все вообще супер мега замечательно так вот давай пройдемся по самым распространенным вещам во первых говорят что аргентина супер дешевая в данный момент времени и последние полгода и больше аргентина стала дорогой сейчас аргентина в данный момент стопа лин больно начать придумать мягенькая сейчас данный момент аргентина стоит как чили то есть если мы говорим о чили то чили это страна в которой и уровень жизни выше и прожиточный минимум выше и качеств вообще в целом все сильно лучше и отличительная черта чили по сравнению с аргентиной в чили стабильная и невысокая и крайне контролируемая инфляция в тот момент когда аргентина летит вообще в тартар настолько быстро насколько она может себе это позволить то есть мы одно время назад типа угорали что там энергетик монстр там стоит 800 900 песо и мы просто охали я халя от этого чувак с чили есть у меня товарищ говорит у нас вообще 1500 1800 в пересчете вот буквально месяц назад монстр стоил 1800 2 2 200 2 500 два с половиной доллара типа что сейчас чуть-чуть припала цена где-то 1300 1500 там типа в киосках там 200 и тоже касается хавки подорожала хавка вся то есть если еще буквально в прошлом году можно было приехать в аргентину и за там реально там в пределах 300 долларов можно вполне себе нормально было снять хатейку и на 150 долларов вкусно кушать и периодически ходить там в музеечки и тому подобное то в данный момент это невозможно то есть сейчас если раньше можно было упаковаться в пятихатку и жить вполне себе жирно если ты там какой не конь какой-нибудь ты гадымский готов жить в комнатке с подселением то в целом можно было снять чем-нибудь за 150 долларов и еще на 150 то есть на 300 долларов ты мог жить то есть это фактически ну чуть дороже чем таиланд до недавних пор сейчас же жизнь на одного человека в комнатушке где типа вот одна там лампочка окна выходят в колодец нифига не видно пахнет сыростью и кровать занимает 85 процентов всего пространства жилого сейчас жизнь в аргентине начинается от 500 600 долларов то есть сейчас в целом человек на хавку начинают отдавать 200 250 долларов это при учете если ты ему плюс-минус адекватно питаешься то есть у тебя есть овощи и фрукты мяско что говорить про фрукты и овощи которые здесь сейчас стоят просто неподъемных денег я вообще мясо стало стоить просто каких-то безумных денег от которых мягко говоря больно когда ты видишь то есть это прям ну катастрофическое повышение следующие факт всякого вот этого ванильного шарообразного пони которые сюда залетают ну вот расшириваются бабками расшаркиваются и живут в спа вот снимают педикюрные живут в спа и в квартирах только кушают безопасность аргентина безопасная это ложь аргентина небезопасно от слова совсем во-первых нужно понимать что аргентина как и любой большой город имеет улицы имеет районы потише имеет районы погром ну типа похуже получше и очень важно еще в какое время ты там или иначе где-то в другом месте появляешься то есть например если ты живешь в районе а косу сосаны сидра мартин из там аливас беккар это топ это вот типа вот без пяти минут барвиха ты можешь гулять ночью гулять днем я например по ночам бегаю в этих районах типа вообще без всяких проблем то есть то можно выходить спокойно ночью гулять там вот это вот все даже если улочки не освещены хорошо здесь много частных домов вот бельграну эре например такой же район если говорить о районах например там ретира как только начинает смеркаться иди домой то же самое касается что есть небезопасные места например небезопасными являются почти все вокзалы буэнос-айреса что конституцион что он что ретира это места в которых прям нежелательно оказываться от слова совсем вообще никогда автовокзал ретира так и вообще можете погуглить там прям много всякой фигни безопасность на улице вероятность того что у вас вырвут телефон на улице достаточно велика при том что у вас могут телефон вырвать и в автобусе и на улице и в метро и где угодно то есть получить здесь по голове кастетом тебе в лицо залезут спокойно при том что это будет ну вполне себе очень даже могут быть малолетки несовершеннолетние в аргентине женщина и ребенок это божество нет женщина ребенок и лгбт это божество про это сейчас тоже расскажу про статус потом еще будет интересно так вот про безапа про еду тоже говорят что здесь много вкусной дешевой еды как я рассказывал раньше еда здесь очень дорогая и если вы не готовите сами то то беи куда сай питаться суду типа хорошо например кафешка чаще всего что тебе подают либо поджаренное мяско окей она как бы вкусная допустим если хорошая кухня меланеса популярная здесь определенным образом приготовленное что-то типа отбивная в плотной панировке назвать это вкусно ну возможно раз два это вкусно часто ли это бывает свежим под вопросом как бы дальше импанадосы импанадос это типа пирожки одна из самых ужаснейших вещей в аргентине которые есть это местный хлеб при том что неважно это будет мука или хлеб или субпродукты хлеб в аргентине ужасен и я вам говорю как человек который шарит за хлеб который умеет его готовит который понимает что такое вкусный хлеб который готов за него платить много в аргентине вкусного хлеба даже в диететиках бывает редко ну то есть всякие диетические магазины где там супер вот это вот все мало вероятно что вы найдете что-то хорошее если вы большой любитель хлеба хорошего хлеба они просто что-нибудь чтобы себя закидать дешево жить в аргентине я уже говорю вам что сейчас в аргентине на человека желательно иметь в кармане начиная там от 600 долларов иначе вам придется тяжко про ситуацию с рынком рынком работы в аргентине я уже рассказывал предыдущем видео приходите смотрите с работой в аргентине все очень плохо также в аргентине огромные огромные проблемы с границей с таможней с пересылами с выслами засылами заказами из разного рода маркетплейсов международных короче бизнес здесь строить очень тяжело поэтому если у вас нет каких-то плюс-минус уникальных навыков то как бы куда сай дальше про статус и прочую фигню всякие ванильные блогерки и прочая фигня рассказывают что здесь легко получить статус нет здесь нелегко получить статус а во первых начнем с чего а чтобы здесь получить статус тебе нужно быть женщиной женщина с детьми или представителем лгбт я когда сюда приехал я обычный белый цисгендерный мужчина которому нравятся женщины я тот кто кого не любят все вот я представитель самых мерзких самых беспонтовых главных налогоплательщиков этой планеты и и когда я приехал я подавался на документы на беженку и вместе со мной чуть позже меня подавались ребята из лгбт молодая пара два мальчика ребята получили первое приглашение то есть я как обычный цисгендерный мужчина первое мое знакомство с адвокатом произошло через полтора месяца потом только через два месяца у меня мы встретились через три месяца с момента подачи документов то есть через полтора месяца я только встретился через полтора месяца у меня была первая только предварительная встреча чтобы там объясниться то есть вот 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 это вот все мальчики залетели уже через две недели и через полтора месяца у них уже было за себя типа уже через полтора месяца то есть две недели еще плюс три с половиной четыре недели они уже залетели на предварительную встречу и примерно через три месяца они уже имели все необходимые документы и уже там буквально через пару месяцев у них уже были на руках дны моё мой момент мое первое собеседование произошло через год и два месяца чтобы понимали разницу то есть ребята уже через тремя и уже через три месяца имели на руках документы через полгода они уже имели статус а я не имею равным счетом ничего кроме вот классической прикари спустя уже полтора года нахождения здесь ну как бы то же самое касается и женщины с детьми разведенная женщина с ребенком ребенок уже такой нормальный чему там лет 12 по моему 13 он только подал так она только подала документы в течение там буквально трех месяцев не уже были документы на руках течение полгода с момента подачи документов она уже была на статусе в тот момент когда я через полтора года никому не нужен нафиг при этом неважно на какой статус ты подаешься вот просто работает что женщина ребенок женщина с ребенком и представитель лгбт это здесь царь и бог вернусь к безопасности у меня есть товарищ которому малолетки залезли в лицо кастетом и у нас синим личиком такого пропитого алкаша долгое время достаточно ходил есть другие ребята кого обокрали кого там обнесли кого у кого-то украли просто так есть прецедент здесь время диос де эскалада чувака прямому в грудь выстрелили то есть на двух мотороллерах четыре чувака начали грабить чувачка который построился там не самый лучший район ланус вообще такое себе местечко вообще не понимаю почему люди зарубежья вообще зачем он его там выбрал просто потому что скорее всего там очень недорогая земля чувака короче оффнули здесь в росарио это местная такая нарко столица милей сейчас сборить местность здесь власть начали воевать с наркокартелями с разного рода там прочими притонами с бомжами и в росарио просто массово начали убивать людей ну то есть там чуть ли не каждый там раз в неделю иногда чаще несколько раз в неделю оффают людей при том что как бы оставляют записки что типа милей буллич типа заканчивайте свои дела нам это категорически не нравится иначе мы будем продолжать оффать людей типа в любых количествах просто потому что мы так можем вы бы нам ничего за это не сделаете если допустим какая-нибудь обрюкшая матка захочет тебе всадить мы с какого-нибудь там неблагоприятного района она тебе всадит но ей за это ничего не будет потому что в стране глубочайшая коррупция аргентина глубоко закоррумпированное государство все достаточно грустно в этом отношении и это работа только в одну сторону в сторону бедных и вот этих вот социально обеспеченных людей тебя всадят если ты всадишь ответ то ты залетишь тюрягу с огромным штрафом и с лишением тебя всего а ей вообще не будет ничего потому что я повторюсь что женщина ребенок и представитель лгбт в этой стране царь бог тем более если ты там из социалки предыдущая власть активно пользовалась услугами нищих она их активно подкармливала давала денег и обеспечила абсолютную защиту сейчас это стало очень сильно уходить очень многие социальные нужды и нормы подобных граждан были обрезаны милеем и бурящей и вместе с этим собственно они начали очень сильно бугуртить потому что денег как бы не хватает то что раньше власть этим пользовалась она там каруселила разного рода там выборы там избрание здесь есть огромная профсоюзная мафия которая занимается всякими выходами на улицу транспарантами там с барабанами бьют здесь огромное количество людей которые активны которые там платят и гречка и деньгами их там спокойно рассаживают по организованным автобусом возят они там каруселят короче вот это все у давным-давно налаженная система и вот милее с булли чеха и пытаются с этим бороться но вместе с этим появилась интересная фигня многие социальные нормы были отменены и вместе с этим очень многие полицейские которые имели практически две а иногда и три зарплаты начали активно увольняться потому что люди в социальные в государственные службы приходили работать потому что у них было иногда две иногда три зарплаты это комфортная работа откуда можно уйти в декрет где оплачиваемый отпуск у тебя соцстраховка улучшенная там отдельные санатории прочая фигня таким образом ты как бы очень жирно жил а дело в том что после того как начались вот эти милеевские реформы зарплата стала маленькой многие местные менты короче перестали получать то что необходимо и народ начал массово увольняться потому что ну необходимость пропала в этом потому что это стало дискомфортно стало необходимо работать сдавать нормы и самое главное получать низкую зарплату из-за этого количества пинтов на улице сильно похудило и теперь они тусуются только в таких максимально чмошных районах либо наоборот сильно топовых районах либо просто занимаются базовым патрулированием когда моему товарищу залезли табло кастетом неподалеку находились менты но ничего не делали потому что а это были дети и б потому что ну как бы все друг друга знают здесь вообще все построено на том что все друг друга знают зачем кусать кормящую руку поэтому что касается этого дальше типа безопасность нищики понятно что если вы уедете куда мы там бальсон в колафаты ушвая куда-нибудь туда куда мы вглубь там будет сильно потише попроще вы будете как в таиланде типа рок-звездой вас будет белое лицо никто никогда не видел там много ребят особенно если вы там уедете на север там все больше темненьких людей все меньше беленьких вот но в целом безопасность равно плюс-минус жива особенно если вы будете уезжать на юг вот безопасность выше работы меньше просто тише спокойнее безопаснее машин меньше меньше выхлопов то есть то маленькие города но в которой в целом адекватно если у вас есть бабки или пассивный доход идеально для вас потому что там горы степи поля кайфанете речки и озера уф дальше что рассказывает ванильные звездоносы через два года можно подаваться на паспорт можно во первых тебе нужно здесь прожить два года во вторых тебе нужно иметь справку о несудимости с той стороны с которой ты приехал полностью переведенный продублированный паспорт твой действующий конечно же загранник тебе нужно твое свидетельство о рождении переведенная постелированные как и справка о несудимости переведенная продублированного вот это вот все одобренные коллеги и тому подобное и только с этими документами вы подадитесь а вот тут начинается самое интересное потому что через два года вы можете подать только документы но вам нужно доказать чем вы тут жили чем вы тут занимались по мне еще нужно набрать огромное количество справок которые собираются достаточно не быстро вам нужно очень много чего суетить собирать там всякие чеки всяко вот эту фигню что вы там что-то покупали куда-то что-то тратили где-то как-то работали что-то там уплачивали то есть если вы условно говоря живете в черной нише и работаете в черную но как бы платите только ндс то как бы паспорт вы скоро не получите и там еще очень 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 много особенностей с получением паспорта поэтому вы не думаете что вы там через два года подадите документы на паспорт но при этом типа в течение потом двух лет его получите маловероятно то есть здесь среднем люди ждут паспорт начиная там от пяти лет то есть вы живете два года подаете документы и только там в лучшем случае через три года это при идеальных условиях если вы все подтвердите все покажете если вообще большой умничка в этом случае вы получите паспорт но сейчас это очень маловероятно ввиду того что государство очень сильно перекраивается таким образом получение местного паспорта процесс крайне трудоемки сложный вообще вот вероятность крайне мало то касается рынка недвижки движки и тому остального мы жилья здесь как зачастую нифига себе очень даже высокая то есть у меня знакомый купил один из моих заказчиков купил себе дом в палермо топовый район там всяк все все короче по наехавшая русскоговорящая вот это вот миграция он купил за 200 тысяч долларов касали это сотка десятка это лям десятка это лям 10 миллионов за 10 миллионов рублей чувачок купил вот в центре при этом это не дома такой типа маленький домишечка малюшим мальчухонький трехэтажный но там как бы на первом этаже только кухня никаких комнат так далее не только гаражик на втором этаже там есть там что-то три комнатки и на на втором этаже на третьем этаже там буквально тоже две комнатки и все и вот как бы небольшая веранда для среднем здесь домики маленькие начинаются от 250 тысяч долларов то есть ценник такой от которого прям можно поплакать безусловно можно купить землю можно построиться только один вопрос в каком районе на каких условиях и кто у тебя будут соседи потому что здесь соседи это очень важно если ты купишь него не в неблагоприятном районе то как бы куда сай чувак куда сай так что недвижка здесь и движка здесь тоже очень дорогая здесь очень много старых тачек которые сюда были завезены как и в рашке 90-2000 то есть основной контингент потому что свежие тачки здесь могут иметь только элита во первых высокий налог во вторых большие переплаты в третьих здесь практически ни у кого нет таких денег за редким исключением поэтому в основном это все вот старые тачки которые были вот еще до введения вот местного эмбарго и называется он вроде как какой-то орган за контролем по ввозу-вывозу вот что-то такое движку можно купить только если через черный рынок то есть там всякой криптой тому подобное дальше есть еще там всякая ванильная херня которая типа вас здесь примут как своего потому что эта страна мигрантов да эта страна мигрантов но вы должны понимать что в целом среднестатистический житель аргентины это человек в третьем или в четвертом поколении по отношению к мигрантам то есть это уже аргентинцы с нормом аргентины с образованием аргентины со сводом правил признаков и общей сути аргентины моей подруги есть подруга армянка один родитель него армянин другой аргентинец а тот армянин сын родителей армяне которые дети тех армяне которые приехали то есть это вот такое вот поколение поэтому никто здесь уже давно не говорит здесь очень много немцев ну да много итальянцев ну да но они не говорят ни на немецком ни на армянском не на итальянском страна мигрантов ну да много ли здесь белых лиц да примут тебя как своего нет тебя со стороны могут видеть как человека местного но я тебе могу сказать что если ты турист путешественник либо ты прожил очень долгое время в европейской части то ты будешь выделяться сто процентов вот я сейчас полностью одет в одежду среднестатистического аргентинца я тебе могу сказать что я капец как выделяюсь просто кошмарно выделяюсь и по мне сразу видно что я иностранец мне другое лицо у меня типа мне другое выражение лица у меня другой взгляд у меня другое общение и более того если люди узнать что ты не говоришь на испанском очень многих может появиться к тебе прям серьезное пренебрежение потому что типа вот как в рашке кстати абсолютно логичная ситуация как бы ты хорошо не выглядел там сразу тебя начнут всякими шовинистическими вещами на национальной почве и прочее тебе могут накидать собственно здесь абсолютно также возможно тебе не покажут вида кстати опять же ванильные пони натянутые на глобус сталкиваются в основном с ребятами кто говорит на английском ребята которые говорят и говорят на английском это люди уже другого порядка либо они четко понимают что как бы надо учить и они понимают что такое другой язык у них есть понимание того что те это тяжело это по-другому человек другой культуры среднестатистические спа аргентинец господи испаноговорящий хотел сказать не будет за тобой следить не будет притормаживать свою речь не будет пытаться использовать синонимы он в целом проговорит попробует раз-два криво улыбнется и вы идет то же самое что и всякие ванильные блогерки тоже рассказывает о том что аргентина позитивная красивая вся такая ласковая просто отъезжайте от буэнос-айреса за пределы када выезжайте вы увидите совершенно другую жизнь сторону там он соли конституционно по линиям и погнали туда там банфилд темперлей ломас-де-самора и вот-вот туда вот там килмис килмис уэсте вот сгоняйте туда где живет обычный работяга и вы увидите что они все ходят в обычных черных вещах вот как типа парашки постоянно катаются белорусская ярмарка здесь такая же фигня здесь чуваки абсолютно одеты в одинаковую одежду в одинаковую обувь она куплена за очень дешево на вся изношенная потертая невозможно могут быть чистыми и опрятными но при этом надежде могут быть дырки там потертости или засаленность это как бы норма от них может немножечко не здорово пахнуть вот у них дешевые телефоны и там старые рюкзаки и так далее то есть аргентина как любая другая страна ну как бы она не лучезарная то есть здесь принята контрольная улыбка вот как среднестатистический центральный американец я имею ввиду вот типа корпоративный такой американец он тебе афиа улыбается у него контрольную улыбку как работник банка типа того аргентинца среднестатистического такая тема есть но от этого как бы то что тебе думают плохо как бы не исключает говорить об аргентинцах как о моральной стороне и как и людей с определенным типом мышления я думаю что стоит с другой стороны потому что я тоже этого всего покушал думать что это европейцы какие-нибудь знаешь типа там португальцы например да или там например там шведы увы и ах нет дружочек нет так не работает здесь это это совершенно другие люди совершенно другим пониманием благерочки всякие тоже рассказывают аргентина потрясающе красивое место по которому отлично путешествовать она такое замечательное дешевое если ты привык путешествовать по европе если оставили основные твои места обитания это там не знаю там португалия испания италия франция не знаю там финляндия там не знаю там норвегия аргентина дешевая но если ты живешь в аргентине и работаешь в аргентине то вероятность того что ты поедешь куда-то путешествовать настолько мало тому среднестатистический аргентинец достаточно часто не был во всей аргентине и даже в некоторых ее частях вот я уже молчу за выезда за границу за границу здесь выезжали исключительно ребята кому повезло по обмену прокатиться либо ребята богатых семей к у которых типа там частное образование там и тому подобное если вы приехали сюда с деньгами в аргентину то вам повезло да безусловно эта страна вам откроется а если вы сюда приехали без денег как я и хотите начать новую жизнь то как бы to be kudasai вся вот это вот ванильная херня которую вы можете услышать в интернетах этих ваших от разного рода ванильных блогерков и всяких инстаграмных любительниц нестандартно его проведение досуга с мало знакомыми людьми больших количествах это вообще не имеет ничего общего с реальностью ребятушки здесь нет английского языка и в очередной раз напоминаю что если вы хотите приехать в аргентину то вы обязаны знать испанский язык хотя бы на базовом его уровне мне как человеку который никогда не учил испанские вообще никогда не учил языки у меня нет опыта изучения осознанного изучения языков я потратил почти год опять же он такого расхлябанного вытащил для себя a1 a1 плюс-минус даже не a2 потому что я много чего не понимаю на тексте до на тексте много чего понятно она речь говорить самому и понимать что говорят практически нет здесь без испанского нельзя ничего то чтобы у тебя пусть будет даже c1 c2 английский здесь на тебя просто посмотрят гэгнут и отправят домой так что аргентина это совершенно не то место про которое вам рассказывают и аргентина это не место где вы будете получать 24 на 7 счастья радости хардкор если у вас есть деньги вам будет комфортно в любой стране если у вас нет денег задумайтесь аргентина не самое лучшее место где можно жить без денег надеюсь вам было интересно было вкусно покушать интересно послушать 28 раз задумайтесь нужна ли вам аргентина хотите ли вы сюда ехать и четко ли вы понимаете то куда вы едете и зачем рад был с вами пообщаться было приятно с вами встретиться надеюсь в ближайшее время мы обсудим еще что-нибудь интересное пока пока счастья